Беседа 20. Римлянам 12.1 Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Сказав многое о Божьем человеколюбии и показав неизреченную Божью попечительность, несказанную и неисследимую благость, Апостол этой самой благостью пользуется для того, чтобы убедить облагодетельствованных Богом, явить жизнь достойной дара. И будучи столь велик и высок, он не отказывается умолять их, к тому же и умолять не о том, что послужило бы для его пользы, но о том, от чего могли получить пользу они сами. И удивительно ли, что он не отказывается умолять, если представляет умоляющим самое милосердие Божие, так как от Божьих щедрот, говорит он, излились на вас бесчисленные блага, то постыдитесь их и побойтесь, потому что самые эти щедроты обращаются к вам с просьбой не делать ничего их недостойного. И я, говорит Апостол, умоляю вас теми же щедротами, которыми вы спасены. Так и желающий пристыдить много облагодетельствованного обыкновенно представляет умоляющим самого благодетеля. «О чем же ты умоляешь? Скажи мне, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Так как сказал жертву, то чтобы кто-нибудь не подумал, что повелевает заколать тела, поча с пресовокупил живую. Потом отличает ее от иудейской, продолжает святую, благоугодную Богу. «Для разумного служения вашего иудейская жертва плоская и не очень благоугодная. Ибо кто изыскал из рук ваших, говорит Бог Исайя 1.12? И в других местах в Писании видим, что Бог отвергает иудейские жертвы. Но не отвергает этой жертвы, напротив, даже требует ее, когда иудейская принесена. Потому И сказал, «Жертвой хвалы прославит меня». И еще сказано, «Восхвали имя Бога моего с песнью, и угодно будет Богу более нежели селец с рогами и с копытами». И в другом месте, отвергая иудейскую жертву, и сказал, «Ем ли я мясо волов и пью ли кровь козлов?» Господь присовокупил. «Принеси Богу жертву хвалы и воздай Вышнему молитвы, обеты твои». Так и Павел повелевает здесь, «Представьте, тела ваши в жертву живую». «Но как тело, спросишь, ты, может служить жертвой?» «Глаз пусть не смотрит ни на что дурное, и он уже сделался жертвою». «Пусть язык не говорит ничего постыдного, и он стал приношением». «Рука пусть не делает ничего беззаконного, и она стала всесожжением». А вернее сказать, и этого недостаточно. «Но мы должны делать добро. Пусть рука творит милость, не уста благословляет обидящих. Слух постоянно упражняется в слушании Слова Божия». «Ведь жертва не имеет никакой нечистоты, она и с начаток всего». «Принесем же Богу начаток рук, ног, уст и всего прочего». «Такая жертва благоугодна, как и иудейская была нечиста. Требо их сказано вслед жалости им» в Хосе 9.4. «Но не такова наша жертва. В иудейской приносимое в жертву делалось мертвым, а наша делает жертвуемое живым. Когда мы умертвим члены наши, тогда и в состоянии будем жить». «Этот способ жертвоприношения новый, потому и рот огня необыкновенный. Нет нужды в дровах и в сгораемом веществе. Но огонь наш горит сам собою и не сожигает жертву, а более оживляет ее». «Такой жертвы Бог требовал издревле. Почему пророк и сказал, жертва Богу – дух сокрушенный? Такую жертву приносили три отрока, говоря, нет князя, пророка, ни места, где бы приносить жертву, обрести милость. Но душой сокрушенный, духом смиренным, да будем приятны». Даниила 3.38. «Замерь же, как апостол с большой точностью пользуется словом, не сказал вам – сделайте тела своей жертвой, но представьте. И этим, как бы сказал, вы не имеете уже ничего общего с ними. Вы отдали их другому, как те, которые предоставили боевых коней, не имеют уже на них права собственности. Так и ты, предоставив члены свои на брань с дьяволом на это грозное ополчение, не отвлекая их для собственных своих услуг. При этом апостол внушает еще и то, что, готовясь принять члены свои в жертву, мы должны сделать их безукоризненными, потому что представляем их никому-либо из живущих на земле людей, но самому царю вселенной, Богу, и не для употребления их только на брани, но чтобы восседал на них сам царь. Господь не отказывается восседать на наших членах, но и весьма этого желает. И чего не избрал бы царь, служащий одному с нами Господу, то избирает владыка ангелов. Итак, если члены твои должны быть принесены и сделаться жертвой, то отсеки от них всякую скверну, потому что пока есть в них что-либо скверное, они не могут быть жертвою. Так глаз, если смотрит на предметы, возбуждающие сладострастие, не может быть принесен в жертву, а равная рука хищная и любостяжательная, ноги хромлющие при движении и ходящие на зрелище, чрево раболепствующее сластолюбие и возжигающее страсти к удовольствиям, сердце питающее гнев или нечистую любовь, язык говорящий срамное 751. Поэтому со всех сторон должно рассмотреть, нет ли в нашем теле чего скверного. Если приносившие ветхозаветние жертвы обязаны были все осматривать, и им не позволялось приносить безухого, безхвостого, покрытого коровстой или проказой, тем более мы, которые приносим не бессловесных овец, но себя самих, должны наблюдать большую осмотрительность и во всех отношениях быть чистыми, чтобы можно было сказать нам с Павлом, «Я уже становлюсь жертвою, и время отшествия моего настало». И так как Павел был чище всякой жертвы, то и назвал себя жертвою. И с нами это будет, если мы истребим ветхого человека, умертвим земные члены, распнем для себя мир. В таком случае мы не будем уже нуждаться ни в коже, ни в ноже, ни в жертвеннике, ни в огне, или, правильно говоря, все это будет нам нужно, но не руками сделанное, а все будет дано нам свыше. И огонь свыше, и нож, и широта неба будет для нас жертвенником. Если в то время, как Илья приносил чувственную жертву, пламень, сошедший с неба, истребил все и воду, и дрова, и камни, то тем более совершится это с тобою. Если ты имеешь что-нибудь неустойчивое и житейское, но принесешь жертву с истинным расположением, то снисшедший огонь Духа потребит все житейское, исполнит все приношения. Что же такое словесное служение, жертва духовная? Духовное служение, жизнь во Христе, как служащий и священнодействующий в Божьем Дому, каков бы ни был в другое время прислужение, сосредотачивается в себе и делается более благоговейным, так и мы целую жизнь должны быть в таком расположении Духа, как совершающее служение Богу и священнодействующее. А это будет, если ты каждый день станешь приносить Богу жертвы, сделаешься священником своего тела и добродетели, возникающие в душе, например, когда принесешь целомудрие, милостыню, кротость и незлобие. Исполняя это, ты будешь совершать словесное служение, то есть не имеющее ничего телесного, ничего грубого и чувственного. Итак, самыми наименованиями, ободрив слушателя и доказав, что каждый бывает священник собственного тела и жизни, апостол говорит и о способе, по которому можно во всем достигнуть успеха. Какой же это способ? И не сообразуйтесь с веком Сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Потому что образ этого века привержен к земле, низок, кратковременен, не имеет ничего возвышенного, постоянного, правильного, а все извращенное. И ты, если хочешь идти правильным путем, не напечатливай в себе образа настоящей жизни, потому что в нем нет ничего постоянного и твердого. Поэтому апостол и назвал его образом, как и в другом месте он говорит, проходит образ мира сего, в нем нет ничего постоянного, прочного, но все временно, почему и сказал веки Сим, указывая этим на тленность, а словом образ на вещественность, укажешь ли ты на богатство, славу, телесную красоту, удовольствие, на все прочее, что люди считают великим, все это только образ, а не действительная вещь, явление, личина, а не постоянная какая-либо сущность. Но ты не сообразуйся с этим, говорит апостол, а преобразуйся обновлением ума. Он не сказал преобразуйся наружно, но преобразуйся по существу, показывая этим, что мир имеет наружный только образ, а добродетели принадлежит не наружный, но истинный, существенный образ, который имеет природную красоту и не нуждается во внешнем украшении и формах, одновременно появляющихся и исчезающих, так как все это исчезает прежде чем появится. Итак, если ты отбросишь внешность, то тотчас достигнешь настоящего образа. Ведь ничего нет слабее порока. Ничто так скоро не ветшает, потому потом, так как людям ежедневно свойственно грешить, то апостол утешает слушателей, говоря, чтобы он ежедневно обновлялся. Как мы поступаем с домами, постоянно подчиняя те из них, которые обветшали, так поступая с самим собою. Ты согрешил сегодня? Душа твоя обветшала. Не отчаивайся, не унывай, но обнови ее покаянием, слезами, исповеданием, добрыми делами и никогда не переставай это делать. Но как это мы можем делать? Испытывайте, что есть воля Божия благая, угодная и совершенная. Познавайте. Это и значит обновляйтесь, чтобы вам познавать полезное для себя и волю Божию. Или вы тогда можете обновиться, когда узнаете полезное для себя и то, чего хочет Бог. Если ты и познал это и научился распознавать свойства вещей, то ты постиг и весь путь добродетели. Спросишь, кто же не знает для себя полезного и того, в чем состоит воля Божия? Все те, которые стремятся к настоящему, которые считают завидным богатство, а бедность унижают, которые домогаются власти, стремятся к внешней славе, считают себя великими, когда настроят великолепных домов, купят пышные гробницы, имеют толпу слуг и водят за собой множество евнухов. Такие люди не знают, что для них полезно и в чем состоит воля Божия. Ведь то и другое одно и то же. 752. Что полезно для нас, того хочет Бог. И чего хочет Бог, то полезно для нас. Итак, чего же хочет Бог? Того, чтобы мы жили в нищете, смиренно-мудрее, в презрении, славе, в воздержании, а не в роскоши, в скорби, а не в неге, в печали, а не в веселье и смехе. Жили бы и во всем остальном, что заповедал нам Бог. Но многие отвращаются от этого. Настолько они далеки от того, чтобы признавать это полезным и волей Божией. И потому они никогда не могут даже приблизиться к подвигам добродетели. Такие люди, не зная и того, что такое добродетель, но вместе ее, вместо восхищаясь пороком, и вместо целомудренной супруги, вступая в союз с блудницей, как будут, могут отрешиться от настоящего века? Потому, прежде всего прочего, нам надлежит иметь правильное суждение о вещах. Если мы еще не следуем добродетели, то, по крайней мере, научимся хвалить ее. Если еще не избегаем порока, то, по крайней мере, навыкнем порицать худое, чтобы пока приговоры наши были неподкупны. Вступив на этот путь, мы будем иметь возможность приняться потом из-за дела. Потому Павел и повелевает обновиться, чтобы познавать, что есть воля Божия. Здесь он укоряет, как мне кажется, и иудеев, державшихся закона. Хотя была воля Божия и на жизнь Ветхозаветнию, но не преимущественная, а приспособленная к слабости иудеев. Совершенная же и благоугодная воля открыта в жизни новозаветней. И когда апостол новозаветнюю жизнь именовал разумным служением, то он назвал так в противоположной жизни Ветхозаветней. По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. Выше сказав, умоляю вас щедротами Божьими, здесь опять говорит, «Говорю, умоляю, по данной мне благодати, говорю, заметь смиренно мудре учителя, заметь кротость его души. Для столь великого увещания и совета он никак не признает достаточными собственные свои слова, но в подтверждениях ссылается то на милосердие Божие, то на благодать. Не от себя предлагаю я слово, говорит он, но от Бога. И не сказал, говорю вам премудростью Божию или законом Божиим, но благодатью, постоянно напоминая о благодеянии, чтобы внушить им большую благодарность и доказать, что и благодать требует исполнения того, о чем говорится. Всякому из вас, не тому только или другому, но и начальнику, и подчиненному, рабу, и свободному, неученному, и мудрецу, женщине и мужчине, юноше и старцу. Это общий закон, потому что Господний. Итак, апостол никого не обижает словом своим, предлагая наставление всем, даже и тем, которые невиновны, чтобы виновные удобнее приняли это вразумление и исправление. И что говоришь ты, скажи мне? Не мудрствовать о себе, но думать скромно. Здесь он указывает на смиренно мудрее, мать всех благ, подражая в этом своему учителю. Как Христос, зайдя на гору, чтобы предложить нравоучительное слово, начал речь прежде всего о смиренно мудрее, и его положил основанием, сказав, блаженны нищие духом. Так и Павел, переходя от догматических истин к нравственным, преподал урок о добродетели вообще, требуя от нас достойной удивления жертвы. Но намереваясь изобразить добродетель в частности, начинается смиренно мудрее, как бы с главы, и советует не мудрствовать более, потому что такова воля Божия, но мудрствовать скромно. Слова эти означают следующее. Мы приобрели благоразумие, чтобы обращать его не в высокомерие, но в скромность. И апостол не сказал, думайте о себе смиренно мудро, но целомудренно. Но, разумеясь, здесь по целомудриям не противоположный надменности добродетель и не удаление от невоздержности, но ум трезвенный, здравый, иметь здравые мысли и называется целомудрием. Таким образом показал, что не скромный не может быть целомудренным, то есть устойчивым и здравым, но заблуждается, выходит из границ и бывает неразумнее всякого безумного. Апостол смиренно мудрия называет целомудрием. Но каждый, по мере веры, какую каждому Бог уделил. Так как подаяние дарования привело многих из землян и из коринфян к высокомерию, то обрати внимание, как апостол делает ясную причину этой болезни и мало-помалу удаляет ее, сказав, что должно мудрствовать по мере веры, которую каждому дал Бог, называя здесь верою духовное дарование. Словом же «дал» он утешил и того, кто получил меньший дар, и смирил того, кто воспользовался большим даром. Если Бог разделил, а не твое преуспеяние имеет значение, то почему ты много думаешь о себе? Если же кто скажет, что здесь говорится о вере, а не о даровании, то это еще более доказывает, что апостол смиряет тщеславных. Если вера есть причина дара, ею творятся чудеса, и все это от Бога, то на каком основании ты думаешь о себе много? Ведь если бы Бог не пришел на землю и не воплотился, то вера не имела бы таких успехов. Таким образом, все блага имеют начало в Боге, а если Он сам дает, то умеет и разделить. Он сам всех сотворил и о всех одинаково печется. От Его человеколюбие зависело как дать, так и сколько дать. Тот, кто явил благость в главном, именно в том, что сообщил дары свои, не оставит тебя и в отношении меры. Если бы Он хотел лишить тебя чести, то не дал бы тебе и самого первого. А если Ему благоугодно было спасти и почтить тебя, а для того Он и пришел на землю и распределил такое множество благ, то для чего ты приходишь в смущение, в страх, и из разумного становишься глупцом, стыдя себя больше, чем глупый по природе. Быть глупым по природе не составляет вины, а сделать себя глупым, имея разум, неизвинительно и влечет за собой большое наказание. Таковы те, которые по причине своей мудрости много о себе думают и впадают в крайнее высокомерие. Ничто ведь так не делает глупым, как кичливость. Потому и пророк, называя варвара глупцом, говорит, называя себя мудрыми, обезумели. А чтобы ты мог заключить о его глупости и собственных речей его, то послушай, что говорит он. Выше звезд небесных поставлю престол мой, буду подобен Всевышнему. Исайя 14.14 Вселенную всю обойму рукой моей, как гнездо, и как оставленные яйца возьму. Исайя 10.14 Исайя 32.6 Что может быть глупее этих слов? Но и всякое хвастливое слово легко навлекает на себя такое же нарекание. Если я буду тебе представлять все речи высокомерных, ты не различишь, высокомерным ли это сказано или глупцом. Таким образом, в них один и тот же недостаток. И другой варвар говорит опять, я Бог, а не человек. Иезекииля 28.2 И еще другой. Не может Бог спасти вас или щитить из рук моих. Даниила 3.15 Так же египтяне. Не знаю Господа. Израиля не отпущу. Исход 5.2 Таков и безумец, упомянутый у пророка, говоривший в сердце своем. Нет Бога. Солом 13.1 Таков и Каин, сказавши, разве я сторож брату моему? Бытие 4.9. Различишь ли ты, какие слова сказаны высокомерными, какие глупцами? Высокомерие, не соблюдая умеренности и возникая помимо ума, создает и глупых, и тщеславных. Если начало премудрости и страх Господень, то начало глупости есть неведение Господа. Итак, если ведение Бога есть мудрость, а неведение – глупость, неведение же происходит от гордости, а начало гордости есть неведение Господа, то следует, что гордость есть крайняя глупость. Таков был и навал, если не перед Богом, то перед человеком, сделавшийся от высокомерия безумным. Впоследствии он умер от страха. Как скоро человек потеряет меру благоразумия, то по причине душевной слабости делается вместе и робким, и дерзким. Как тело, когда потеряет равномерное соединение жизненных сил, становится расстроенным, подвергается всяким болезням, так и душа, когда утратит свою возвышенность и смиренно-мудрее, впавший в некоторые болезни и состояния, делается и робкой, и дерзкой, и безумной, и, наконец, перестает узнавать саму себя. А кто не знает самого себя, как узнает то, что выше его? Как одержимый умопомешательством, когда не узнает себя, не знает и того, что у него под ногами, и как глаз, когда сам слеп, помрачает и все прочие члены. Так бывает и с высокомерием. Потому высокомерные, несчастные и помешанных в уме, и глупых по природе. Они возбуждают смех, подобно последним, и неприятны, подобно первым. И хотя столько же расстроены в уме, как помешанные, но не возбуждают столько сожалений, как те. Они безумствуют, как и глупцы, но не заслуживают оправдания, как те, а внушают только одно отвращение. Имея недостатки тех и других, они лишены оправдания, подобно тем и другим, будучи смешны не только своими речами, но и всеми приемами. Скажи мне, для чего ты вытягиваешь шею? Для чего ходишь, пристав на пальцы, поднимаешь брови и надуваешь грудь? Ведь ты не можешь волосы сделать белым или черным, а ходишь будто по воздуху, представляя себя владыкой всего. Тебе, может быть, хотелось бы, чтобы у тебя выросли крылья, чтобы не ходить тебе по земле? Может быть, тебе желательно сделаться необыкновенным? А теперь, разве ты не делаешь из себя чудо, когда, будучи человеком, замышляешь летать? Но лучше сказать, ты летаешь уже внутренно. Все тебя поднимает вверх. Как мне назвать себя? Чем истребить твое высокоумие? Если я назову тебя пеплом, прахом, дымом и пылью, то я хотя и назвал низкие предметы, но ни один не изображает тебя в точности, как я хотел бы. Ведь я желаю представить всю надутость и пустоту людей высокомерных. Какой же нам найти образ им соответствующий? Мне кажется, что они подобны зажженному льну. Как вспыхнувший льон, по-видимому, раздувается и приподнимается. Но от легкого прикосновения руки опадает и оставляет самый мелкий пепел. Таковы же и души высокомерных. Их пустую надутость можешь смирить и уничтожить случайное прикосновение. Всякий высокомерный по необходимости должен быть слабым, потому что высокое не бывает крепкое. Но как водяные пузыри скоро лопаются, так и высокомерные легко погибают. Если ты не веришь этому, то представь мне человека наглого и высокомерного. И увидишь, что от случайного обстоятельства он приходит в большую робость, в большую, чем иное, от падения. Как хворост быстро обращается в пепел, едва вспыхнет, захвативший его пламень. А толстая деревья нелегко воспламеняется и долго поддерживает пламя. Так души твердые и непоколебимые. С трудом и воспламеняется и сгорает. А над слабыми в одно мгновение времени совершается и то, и другое. И так, зная это, будем упражняться в смиренно-мудрее. Нет ничего могущественнее его. А на тверже камня, крепше адаманта, ставит нас в большую безопасность, чем крепости, города и стены, будучи выше всех ухищрений дьявола. Тогда как высокомерие делает нас доступными всяким случайным нападением, лопаясь, как сказано выше, легче водяного пузыря, разрываясь скорее паутины и рассеиваясь быстрее дыма. Потому, чтобы нам утвердиться на твердом камне, отложив высокомерие, возлюбим смиренно-мудрее. Тогда и в настоящей жизни найдем спокойствие и в будущем веке насладимся всеми благами, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с Которым Отцу и Святому Духу слава, держава, честь ныне и пресна и во веки веков. Аминь. Субтитры подогнал «Симон»